Наверное, с большим трудом дочка Дырова выиграла тендер, уже звучит как анекдот, начало сообщения, и обязывает родителей в республике покупать школьную форму и её фабрики. Денег много не бывает. Денег много не бывает. Здесь, скорее, приезжие обычно работают таксисты, а не кидают их. Ну, может быть, я чего-то не знаю. Ну, что, смотрел про Мурада, который кинул таксиста. Слушайте, ну, да, после прошлого эфира я посмотрел, я понял, кто это. Очень много мемов видел на эту тему, всяких смонтированных роликов, где он, типа, едет в такси из фильма «Такси», где он с ГТА, там, короче, что только про него не делают. Чувак стал мемным, популярным. Я бы не сказал, что это хорошая популярность. Но, тем не менее, теперь он может, наверное, это как-то монетизировать, даже эту свою популярность. Тумсо, здравствуй. У тебя есть знакомые греки? Здравствуй, Кристофорос. Я не припомню знакомых из числа греков, но у меня есть один случай в жизни, связанный с греком, когда мы с друзьями в 2009, по-моему, году, поехали отдыхать в Геленджике. В Геленджике немало греков живут. И так получилось, что мои друзья первыми ушли на пляж вечером, а мне нужно было припарковать автомобиль, я, в общем, его как-то тяжело там нашел место, чтобы припарковаться. И иду я, значит, к своим друзьям и вижу, что перед ними, они стоят так, на набережной, у набережной вот такой оградой облокотившись, и рядом с ними стоит машина полиции, ВАЗ-2105. И два полицейских с ними разговаривают. И я как-то не сразу понял, что это проверка документов, я почему-то подумал, что они просто общаются. Но я так подхожу, здороваюсь, а этот полицейский ко мне поворачивается и говорит, ваши документы. Ну и, в общем, нас всех упаковывают в эту машину, в эту пятерку сзади и увозят в отдел. И в этом отделе очень много привезенных людей из числа отдыхающих, нерусских, сразу скажу, туда привозили только представителей неславянской внешности. И потом я узнал, что это было связано, на тот момент был президент Медведев, и там то ли Медведев собирался туда приехать отдыхать, то ли он уже был там, в общем, это было связано с этим. В общем, мы там толпой стоим, нас очень много. И один заводят одного парня, и он такой буйный, он буянит, он худощавый такой, молодой. Забыла, как его звали. В общем, он буянит, он ходит, подходит к одному, ко второму, он материт этих полицейских, на чем белый свет стоит, там мусоровые, там что-то позорники. Короче, а с ним пришла его девушка, но она как бы за решеткой, мы находимся по эту сторону, типа в заключении, а она с той стороны. И она его умоляет, чтобы он не говорил его, то ли его, по-моему, Гоша она его называла, Гоша, кажется. И, в общем, она его умоляет, а он ходит, подходит к одному, и он говорит, все, говорит, нормальные пацаны собрались здесь, все нормальные пацаны здесь, а эти мусора позорники. Я там про матерей, про отцов, что только. Эти полицейские стоят, ему ничего не отвечают, не ждут момента, чтобы сорвать на нем злость. И он выкрикивает, я грек, я грек, я ваших матерей, я что-то, что-то, я грек, он повторяет это снова и снова. И в какой-то момент туда заводят пьяного, как бомжа, такой бездомный бывает, всем своим видом показывает, что он очень тяжелый, короче. Он и бухой, и бездомный, весь грязный. И он так садится, на корточке сидит, а этот по привычке, он подходит ко мне, он подходит там, брат, что-то руку, вот вы все здесь собрались, нормальные ребята, а вы там все эти мусора, типа они черти. И вот так он что-то ходит, ходит, и к этому он подходит, бомжу, и то же самое, он ему респектабельно что-то говорит, а этот бомж ему отвечает, пошел ты там, туда-то, чурка ты, типа, долбаная. И этот, значит, что ты сказал, ты кому сказал, и он ему, в общем, удар он ему наносит, и вот этот момент, естественно, используют полицейские, которые и так ждали, как бы сорвать на нем злость. И они под предлогом, что они, типа, его разнимают, они его там, в общем, начинают бить, и его куда-то уводят в отдельное место. И так я узнал, что в Геленджике живет много греков, тогда я познакомился с ними. Но так, сейчас у меня нет знакомых греков. Вроде бы. Наверное, с большим трудом дочка Дырова выиграла тендер. Уже звучит как анекдот. Начало сообщения. И обязывает родителей в республике покупать школьную форму и ее фабрики. Денег много не бывает. Это правда. В их действиях ты как раз вот это вот видишь, что денег много не бывает, действительно. Во всем. Они даже вот какую-то мелочь, которую тебе кажется, что ну вот это можно было бы оставить просто людям. Пусть они эту нишу вот эту вот люди возьмут, как, например, такси. Ну дайте людям просто вот на такси выживать. Но нет, они даже вот эту нишу не занимают. Даже там они хотят получать доход с этого. Они ничего не выпускают. Они такие крохоборы. Им, Идар Тумсо, оправдали, что у вас там викинги платили дань аварским? Ну целом еще ходят слухи, что Рагнара Ладборка отправили в Вальхалу именно аварские нацалы. Так, ладно. Это те, кто не присутствовал в вчерашнем моем голосовом чате в Телеграме, они не поймут этого, этой шутки. У нас вчера в голосовом чате было весело. Кстати, подписывайтесь на мой Телеграм-канал. Ссылка здесь в описании. Мы там почти каждую ночь, а теперь даже днем проводим голосовые чаты. Позавчера у меня был рекордный голосовой чат. 12 часов мы были в эфире, общались и было круто, было весело. Так что подключайтесь, будем с вами общаться. А теперь новую фишку Телеграм ввел. Можно включать еще и изображение во время голосовых чатов. Теперь вы можете видеть, я могу включать свою камеру. И вы можете при желании, если хотите, чтобы вас было видно, включать камеру. Или может быть вы хотите что-то продемонстрировать, вы можете включить камеру, показать и выключить. Как ты думаешь, будет возвращен Ауховский район в Чечении, Аварцы, Лакцы и все, кто занимает чужие дома и земли, там сами уйдут или насильно придется выводить оттуда? Я думаю, никого никуда выводить не нужно. Люди все-таки там уже живут, осели. И не должно быть целью этих людей куда-то изгонять. Тем более, внутри Кавказа, внутри кавказские народы, конечно нет. Не должна быть такой цели. Цель должна быть восстановление справедливости. Это значит, что в первую очередь те земли, я имею ввиду сейчас конкретные участки, вряд ли там уже сохранились какие-то строения, уже новые строения построены. Но вот этот сам участок земли, который по праву принадлежит потомку высланного оттуда чеченца, вот этот вот вопрос в первую очередь должен быть решен. Либо этот участок должен быть ему возвращен, а взамен тому, кто там сейчас живет, ему взамен должно быть предоставлено что-то другое. Либо этому человеку должна быть предоставлена, так чтобы он сам был на это согласен, какая-то компенсация. То есть он добровольно отказывается от этой земли, взамен ему дают, допустим, какую-то другую землю. Этот человек должен быть доволен этим решением. Это первое. Так как его права ущемлены, он пострадавший в этой ситуации, и государство должно заниматься вопросом этого человека. И второй момент, это административно АУХ должен быть восстановлен, как АУХ, как именно район АУХ, и должен относиться к Большой Чечне. Это не Дагестан, АУХ это Чечня. Вот эти вот два вопроса нужно решить, а люди, проживающие там, аварцы, лакцы, кто бы они ни были, там чеченцы или сгиньи, они могут жить. Не должно быть какого-то национального предпочтения вопросов. Мы все можем жить, где мы хотим, тем более внутри Кавказа. Хотим мы жить в Махачкале, должны жить. Ник поехал, купил себе там участок, построил дом или квартиру, живи, ради Бога. Просто справедливо, чтобы восторжествовало, нужно административно район восстановить и отдать его туда, куда он и должен входить. Это Чечня, исторически всегда была и есть. И вопрос с ущемленными правами людей, его тоже нужно решить. А далее никого никуда изгонять не надо. Наоборот, мы должны, наша конечная цель это независимый Кавказ, свободный Кавказ, и мы все народы мирно живущие на Кавказе в рамках союза, допустим, государств, без каких-то пограничных пунктов, постов, как живут европейские страны сегодня. И нет здесь никаких проблем с этими вопросами. Но при этом есть какие-то границы установленные. Каждая страна знает, где ее территория, какие населенные к ней относятся. Вот точно так же и мы должны жить и уйти вот от этих конфликтов. И тем более от каких-то национальных вопросов. Субтитры создавал DimaTorzok